Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Надеюсь вы посмотрели предыдущий ролик и внимательно прослушали все что там было сказано. Кто не посмотрел, не пропустите, посмотрите. Сейчас вашему вниманию предлагаю тему «Вы способны творить чудеса? Вознесенные мастера Иисус». Здравствуйте мои дорогие! Сегодня я пришел к вам, чтобы поговорить с вами как с родными и близкими людьми. Мне очень приятно, что после серии посланий, которые продиктовали для вас Отец-Абсолют и Мать Мира, вы узнали правду о моей жизни и поняли, что несмотря на трагический с точки зрения трехмерного мира, конец, она была очень счастливой, яркой и насыщенной. Я был окружен любовью и пониманием близких, что давало мне так много сил, радости и вдохновения. Творец подарил мне встречу с любимой женщиной, моей драгоценной второй половинкой, что нечасто встречается на земле. Я познал радость отцовства, несмотря на то, что мне было отпущено так мало времени на общение с моими детьми. Судьба была на редкость благословна ко мне, посылая небесные дары в виде общения с высшими силами Вселенной, а также многочисленные знаки и подсказки в трудные минуты, меня вели за руку по тому пути, который выбрала моя душа. И я безмерно всем за это благодарен. То, что я сумел обрести свою божественность, пребывая в физическом теле, в те времена действительно было чудом. И это стало возможным только благодаря помощи небес. Но сегодня, дорогие мои, такое чудо подвластно каждому, кто вышел на служение. И я объясню вам, почему. То, что происходит сейчас с землей, является настоящим преображением, духовным и физическим. Как ее самой, так и вас, ее любимых детей, ее неотъемлемых частичек. Те из вас, кто вошел в орбиту ее преображения и вознесения, подняв свои вибрации до ее уровня, способны совершать то, что сделал когда-то я, воскреснув путем трансформации своего физического тела. Но ваше воскресение и вознесение будут носить иной характер. Прежде всего, они будут массовыми. И вторым отличием является то, что ваше воскресение на самом деле будет означать пробуждение вашей души от глубокого духовного сна, в который погрузилась она, пребывая в дуальном мире. И последующее за этим вознесение явится не уходом с земного плана, а переходом вместе с землей в иную энергетическую реальность. Это можно сравнить с тем, что не вы уйдете на небеса, а небеса спустятся к вам на землю, чтобы напитать ее и вас новыми вибрациями. Что уже и происходит, родные мои? И мне радостно наблюдать за тем, как вы открываетесь в новой реальности, доверчиво распахнув навстречу ей свои сердца и души. Я вижу, что тот из вас, кто хоть раз искупался в лучах этой небесной благодати, кто ощутил всем своим сердцем глубину и красоту, безусловно, любви, никогда уже не сможет вернуться в свою прошлую жизнь. Настолько серой, убогой и бесцветной покажется она вам, с ее эгоистическими желаниями и вечной гонкой за бесконечными жизненными благами, которые стали целью существования для подавляющего большинства жителей земли. И мне хочется пожелать вам, дорогие мои, не свернуть с этого светлого пути, какие бы препятствия не встречались вам на нем, какие бы испытания вам не посылались. И особенно сейчас, когда, предчувствуя свой конец, темные силы пытаются дать вам последний бой, нужно удержаться на высоте, не сдать свои позиции, не дать растоптать те нежные ростки божественности, которые зарождаются в ваших сердцах. Ведь именно для этого и пришли вы на землю возродиться самим и помочь сделать это другим. И я благословляю вас, дорогие мои, на воскресенье из мертвой жизни дуального мира и вознесения на новую духовную высоту. Пятое измерение. И помните, что я всегда рядом с вами, любимые мои. И Ешуа, тот, кого вы привыкли называть Иисусом Христом, говорил с вами сегодня, приняла Марта. Вы прослушали тему. Вы способны творить чудеса.